Абсолютно легально, максимально комфортно и в одном месте. В Самаре открыли многофункциональный миграционный центр. Теперь гостям из-за рубежа можно получить все необходимые документы в одном здании. Мария Шпакова присутствовала на открытии. Два этажа, десятки окон и все необходимые услуги. Многофункциональный миграционный центр позволяет, не выходя из здания, собрать все документы для получения патента на работу. Получить необходимые услуги мигранты могут по сотене, выходя из этого коридора. Справа расположены медицинские кабинеты. Здесь можно сдать кровь, а также пройти осмотр специалистов. Слева получить консультации страховых агентств и переводчиков. Мы понимаем, что есть так называемые санитарно-кордонные заболевания, которые не позволяют находиться мигрантам на территории, если они имеют эти заболевания. Опыт показывает, что все это лучше всего делается в рамках одного окна. В центре, помимо прочего, встают на миграционный учет, продлевают визы и оформляют приглашения для иностранных граждан. Рекомендую всем составляющим дополнительным, кто осуществлял дополнительные услуги в различных районах города Самары, им эту деятельность прекратить, потому как все решения вопросов будут получаться здесь. Человек должен зайти и отсюда выйти отформатированным государством. Во всех отделах работает система электронной очереди. Терминал не просто выдает талончики, но и за счет сбора информации позволяет узнать, сколько человек обратилось в центр и как долго человек простоял в очереди. Такой подход дает возможность сделать работу центра наиболее эффективной. В день открытия новые объекты ценили и представители национальных диаспор Самары. Учитывая, что теперь все в одном месте, это, конечно, очень удобно. Раньше, во-первых, такого подхода не было. Как бы принцип открытых дверей нескольких. Теперь оформить и получить патент на работу иностранные граждане могут только в этом многофункциональном миграционном центре. Работает он в две смены. Специалисты готовы принимать до 800 человек в день. Мария Шпакова, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.